В нашем понимании будущего Мы все привыкли, наше поколение привыкло к картинкам, привыкло к фильмам, к телевидению Но в фильмах и по телевидению нет хорошей, нет позитивной картины будущего И знаете почему? Потому что мы все не любим смотреть хорошее будущее, позитивное будущее Нет ни одного фильма по утопии Томаса Мора Потому что кому интересно смотреть, как вначале все хорошо, в течение двух часов все хорошо Потом опять все хорошо, и никого не убили, никому не стало плохо в течение всего фильма Поэтому нам постоянно показывают страшилки про будущее и пугают нас им. И более того, вся современная культура, она построена на том, чтобы напугать человека бессмертием. Начиная от древних библейских мифов о вечном жеиде, о гасфере, которого проклили бессмертием, и заканчивая всей современной культурой, включая «Матрицу», включая «Звездные войны», включая мультфильмы для детей, включая семейные комедии, во всех этих фильмах так или иначе воспевается смерть. Идея о том, что когда человек становится старым, он должен уйти, даже если ему хорошо. И исключений почти нет. Одно исключение — это сага «Сумерки», где бессмертных показывают как хороших парней, крутых вампиров, которые могут не только привлечь все наше молодое поколение девушек, девушек, девочек, которые все идут на этот фильм, потому что им нравится, что главный герой не просто красивый, умный и замечательный, сексуальный, но и то, что он бессмертный. Потому что за вечную жизнь можно очень многому научиться во всех смыслах. Все остальное, что мы видим в кино, все остальное, что показывают по теле-есику, к сожалению, говорит о том, что смерть — это хорошо, и всем нужно умирать. Те памятники, которые он оставит, даже воспевая подвиги солдат во Вторую мировую войну, они продвигают идею, что нужно умереть, оставив после себя смерть. Оставив после себя след. Конечно, след — это хорошо, но гораздо лучше оставить после себя самого себя и вообще не уходить. И об этом писали многие люди, начиная от не очень понятого и не очень известного сегодня философа Николая Федорова и заканчивая многими писателями-фантастами, которые писали о бессмертии как о чем-то хорошем, описывали мир, в котором продление жизни может стать реальностью. В современном мире появляется все больше писателей уже не фантастов, а писателей-публицистов, которые пишут об этом как о реальности, о том, что входит в наш мир. И один из таких писателей — это писатель Александр Никонов, Александр Петрович Никонов, автор многих известных книг, таких как «Апгрейд обезьяны». И последняя его книга называется «Формула бессмертия на пути к неизбежному». Эта книга, как можно судить по названию, о том, что бессмертие через радикальное продление жизни уже вошло и входит в наш мир, и к этому нужно готовиться. Не потому, что это что-то страшное, а потому, что это что-то прекрасное, и нужно быть одним из первых, кто сможет это бессмертие получить. А сейчас я передаю микрофон Александру Петровичу Никонову. Поприветствуем его! Здравствуйте, господа! Я действительно не очень хороший докладчик, поэтому моя речь... Ну, я готовился, у меня есть бумажка. Поэтому моя речь будет краткой, но прекрасной. Господа, вы все умрете, но... И вот об этом «но» я хочу поговорить по той простой причине, что человечество на протяжении всей своей истории стремилось к бессмертию. Обратите внимание на религии, как на вот этот вот сказочный палеотип бессмертия, вот это вот стремление не умирать. Почему вождей в каменном веке в неолите, в палеолите хоронили с их причиндалами? Просто по той простой причине, что человечество надеялось на бессмертие. Оно хотело бессмертия. Любопытная мне даже попалась... Я ее даже в одной из своих книжек привел, не помню только в какой из книжек. Надпись на одном из древнеегипетских захоронений. Вот эпитафия, как бы, да? Лежащий там под этим камнем обращается к прохожим. Прохожий, остановись, прочти рядом с этой могильной плитой молитву, поскольку тебе это ничего не стоит. В конце концов, что такое пустое шевеление языком? А мне это на пользу. Кому мне? Вот тому, кто ушел. Примерно то же самое, я вот даже выписал, не поленился. Примерно та же самая поразительная эпитафия мне попалась на одном из древнеримских захоронений. Это захоронение поэта Покувия, который сам себе ее и придумал. Юноша, хотя ты и торопишься, но этот камень просит тебя. Посмотри на него и прочти, что здесь написано. Тут лежит прах поэта Марка Покувия. Я хотел, чтобы ты не оставался в неведении этого. Будь здоров. Что это такое? О чем это говорит? Почему древние египтяне с таким старанием бальзамировали и сохраняли свои мумии? Потому что они верили, когда-нибудь это станет возможным. Это бессмертие. Древние евреи, которые там какое-то время кочевали по Египту, потом перехватили этот интересный обряд бальзамирования. У египтян начали своих покойников бальзамировать. Как вы знаете, Иисус Христос тоже был забальзамирован. А кто это забыл, пусть читает Евангелие. В том же Древнем Риме поразительная вещь, если вы выезжаете по любой из вылетных, как у нас сейчас называют, трасс этого великого города, я имею в виду вот две тысячи лет назад, что вы видите за стенами Рима? Вы видите города мертвых, вы видите гигантские кладбища, очень красивые, отличные, которые протянулись на мили от города. Римляне не хоронили в городах, они хоронили за пределами городов. Так вот, эти города мертвых были, знаете, таким, тем, к чему стремились люди. Даже нищие, даже рабы, даже городская беднота, городской плебс создавали так называемые коллегии похоронные, единственной целью которых было следующее – сохранить память. То есть, вот они сбрасывались, скажем, по сто ассов для того, чтобы войти в эту коллегию. И потом каждый месяц платили по пять ассов только для того, чтобы их имя было упомянуто. Чтобы человек, осознающий свое величие, свою роль в этом мире, свою неповторимость, ужасно страдает от того, что ему придется уйти. И ему хочется, чтобы хотя бы имя, выбитое в камне, осталось. Вот все эти поминальные обряды, девять дней, посыпание, оставление конфеток на могилах, или, как в Древнем Риме, бобов, все вот эти вот языческие, зажигание лампадок перед образами и на могилах, и свечек на могилах, все эти языческие обряды, которые потом переняло христианство, они идут вот оттуда. Из этого неизбывного понимания того, что, в общем, что-то должно, какая-то память, какая-то информация должна о человеке остаться. Люди уже интуитивно понимали, что человек, по сути своей, есть информация, накопленная им на протяжении жизни. И если кто-то будет помнить об этой информации, или она будет записана хотя бы в камне, это уже будет хорошо. Гигантские состояния в Риме накапливали храмы, в которых хранились списки ушедших римлян. И вот благодаря этому, благодаря тому, что цивилизация накапливала знания и информацию, мы с вами живем в том мире, в котором мы живем. Сейчас, раз уж я затеялся говорить о похоронных обрядах, они приняли совершенно уникальные формы. Вы можете, если богатый человек, заказать, чтобы ваш прах отправился на Луну, или чтобы из пепла вашего сделали под огромным давлением и при огромных температурах алмазы, которые будут потом носить родственники в сережках. И все это оттуда, от нежелания уходить. То есть, даже вот такой, как я считаю, необычный вид похорон современной, высокотехнологичной, как креоника, то есть замораживание, он оттуда, он продолжение вот этой вот традиции. Но сейчас мы пришли к тому, что наука вплотную подходит. Еще не подошла, еще не подошла. Но вплотную подходит к тому моменту, когда, возможно, через какое-то время, как надеются люди, занимающиеся креоникой, этих людей можно будет разморозить, оживить и вообще подарить людям бессмертие. Как сказал величайший философ современности, Акоп Назаритян, нынешнее поколение детей будет богами. Он атеист, но он имел в виду что? Он имел в виду, что, возможно, наши дети, не мы еще, но, возможно, уже наши дети будут принадлежать к тому поколению, которое станет жить вечно. Возможно, он был чересчур оптимистичен, может быть. Но вот я, когда сегодня ехал сюда на машине, слушал, то ли прямое это было включение съезда Единой России, то ли кривое, но, в общем, нашим президентом, как выяснилось на этом съезде, будет в 2012 году Путин. Соответственно, на этом человеке теперь лежит ответственность не только за удвоение ВВП, но и за наше с вами бессмертие. Значит, как человек, безусловно, преданной науке, я хочу сказать, что, господа, вот давайте делать ставку на науку не на сказки, не на какие-то дурацкие или приятные, или прикольные обряды, о которых я тут рассказывал, а именно на науку, потому что именно это именно то, не религия, а наука, это именно то, что может нам дать бессмертие воплоти. На этом я, собственно говоря, стараюсь, вернее, закругляю свое выступление и передаю свое слово к кому? Я сейчас представлю следующего докладчика, выступающего. Но перед этим продолжу с того места, где остановился Александр Петрович. Наука действительно вплотную подходит к тому, чтобы реально продлить жизнь человеком. Когда мы говорим, что мы за бессмертие, мы не просто мечтаем о том, что когда-то в отдаленном будущем станет реальностью. Мы говорим о том, что реально уже почти сейчас. Я расскажу о некоторых из тех технологий, которые существуют, и которые реально применяют люди сегодня для того, чтобы продлевать жизнь. Если вам нужен будет более подробный рассказ, то, конечно, вам нужно учиться на врача, на геронтолога, на биолога. И к некоторым из таких специалистов вы сможете обратиться. У нас среди участников митинга есть и специалисты этого профиля. Но я расскажу кратко и постараюсь рассказать интересно. Самое перспективное, что сейчас создается, это регенеративная медицина. То есть выращивание тканей и органов. Когда вместо старого, вместо больного органа, такого как сердце или печень, или кожа, или почки, или легкие, можно вырастить из собственных клеток человека искусственный орган и пересадить его человеку обратно. Такие операции делались уже достаточно давно, но сейчас они наконец-то стали делаться на людях, и действительно человеческие жизни уже сейчас спасаются. В России в этом году были опробованы операции, в том числе при участии скрывающегося, скромно от вас, Михаила Александровича Батина. Операция по выращиванию трахеи. Женщина попала в автокатастрофу и получила очень тяжелые травмы. В частности, ее собственная трахея была разрушена, и она вынуждена была дышать через трубку пластиковую. Но удалось, пригласив итальянского врача, лучшего в Европе специалиста по выращиванию органов, Павло Макеорини, удалось взять клетки этой женщины, взять каркас трахеи донорский, и вырастить живую, настоящую трахею, которая была ей пересажена, и в результате ее жизнь была спасена. Через несколько месяцев ученые из другого российского института повторили этот эксперимент, вырастили трахею вместе с частью бронхов, и это уже реальность. То есть, если у кого-то из ваших близких в будущем произойдет травма или рак трахеи вдруг, то это уже лечится, это уже не является предсмертным приговором. В других лабораториях по всему миру выращивают органы прежде всего для животных, потому что идут пока эксперименты. Такие органы, как печень, почки и сердце, уже удалось вырастить для животных. Это значит, что всего через несколько десятков лет у вас появится шанс, что если с вами что-то случится, например, инфаркт или отказ какого-то органа, то можно будет не похоронить вас, не отправить вас в морг, а отправить вас в операционную, где вам выращенный из ваших собственных клеток совместимый с вами орган, новый, молодой, здоровый, пересадит, и вы получите еще 10-20 лет здоровой, нормальной жизни. Кроме выращивания органов, существует и такое направление, очень интересное, как искусственные органы, полностью искусственные. Человеку можно пересадить не только живого пьющееся сердца, но и искусственный насос для кровеносной системы, который постоянно качает кровь. И человек с таким искусственным сердцем может тоже жить долгие годы, жить нормально, здоровой жизнью, жить счастливо. Все больше органов можно замещать, и уже на следующих Олимпийских играх среди бегунов будет спортсмен из Южноафриканской республики Оскар Писториус, который от рождения лишен ног. Он будет бежать вместе с обычными бегунами на специальных протезах, и он прошел квалификацию, чтобы попасть на Олимпийские игры в Лондоне. Это совершенно прекрасный пример того, как технологии, которые когда-то казались фантастическими, сейчас уже становятся реальностью. Эти искусственные органы могут управляться через нервную систему человека, и обычные люди, такие же, как мы с вами, сейчас их получают. И уже есть искусственные руки, уже есть искусственная кожа, искусственные кровеносные сосуды, и человека можно восстановить, что бы с ним не случилось. И это наша задача, сделать так, чтобы человек не погибал, в том числе из-за несчастных случаев. Следующее очень важное направление это победа над старением. Давным-давно ученые поняли, что старение это естественный процесс, которым можно управлять. Но сначала мы не знали, почему это происходит, и первая гипотеза была, что это накопление ошибок, что все в мире стареет и разваливается. Но ведь мы с вами видели огромное количество примеров. Вот если вы сейчас отвернетесь, на секундочку, от меня и посмотрите на Большой театр, то вы увидите пример здания, которое очень старое, но его постоянно реконструируют, и оно стоит как новое. Если вы посмотрите вот в эту сторону, вы увидите гостиницу «Москва», которая тоже очень старая, но потом ее снесли, построили заново, и вот она прекрасная стоит. То же самое можно сделать и со всеми органами и системами человеческого организма. В нас нет ничего такого, что должно погибнуть и погаснуть. Нет никакой искры, нет никакой жизненной энергии, которая заканчивается. Есть просто человеческий организм, который мы учимся лечить и учимся продлевать человеку жизнь. И сейчас во всем мире ведутся исследования по изучению старения и по созданию методов, которые позволяют старого человека сделать молодым. И то, что...